Сегодня в Сочи в сфере пассажирских перевозок работают 7 транспортных компаний. Еще одна муниципальная – Сочи Автотранс. Ни много ни мало – 800 единиц техники. Автобусов большой вместимости и маршрутных такси каждый день выходят на улицы города. Последний раз масштабная транспортная реформа на курорте произошла в канун зимней Олимпиады. Современные автобусы с кондиционерами, камерами видеонаблюдения, системами пожаротушения. И сейчас многие выбирают из-за комфорта. А вот к микроавтобусам или маршруткам претензий много. И у пассажиров, и управления транспорта. Их и нужно менять. Срок поставлен до начала чемпионата мира по футболу. Кубку конфедерации к чемпионату мира по футболу, транспорт предприятий частных также должен быть обновлен. Естественно, там должны быть кондиционеры. Он должен отвечать всем требованиям безопасности. Ну и украсить наш город к чемпионату мира, чтобы людям было очень комфортно ездить по нашему городу. И гостям курорта в том числе. Покупка новых автобусов – дорогое удовольствие. Поиском поставщиков занимается администрация. Принимают все предложения. Главные критерии – качественная продукция и выгодные условия продажи. Так, группа «Газ» вышла на сочинский рынок с предложением о поставке транспорта. Но к переходу на газовое оборудование сочинские транспортники оказались пока не готовы. От местных перевозчиков пока ни одной заявки. Хотя такие машины обошлись бы покупателям почти в половину дешевле. Для вас это снижение, опять же, стоимости владения, стоимости эксплуатации автобусов. При этом, получая такую субсидию, однозначно, это выгодно для вас. То есть и по стоимости инвестиций непосредственно в покупку. У сочинских предпринимателей есть причина отказываться от газа. В городе, по словам перевозчиков, отсутствует необходимая инфраструктура. Заправочные станции, станции обслуживания таких автобусов на курорте пока недостаточно развиты. Я еще раз говорю, у нас не развита инфраструктура. У нас нет этановых заправок. А одновременно ставить заправки? Хотя бы две заправки в Сочи поставить. В центральном районе. Вопросы у предпринимателей вызвала и комплектация новых автобусов. Целый список требований к пассажирскому транспорту часто вынуждают собственников вкладывать дополнительные деньги в оснащение. Кондиционеры определенной мощности, камеры конкретного разрешения и так далее. Поставщики предложили составить список требований к машинам и учесть их при сборке на заводе. Есть проблемы. Они связаны с наличием газовых заправок. Проблемы связаны с тем, как это оборудование будет поставляться, как это оборудование будет работать на высокогорных маршрутах, в отдаленных селах. В течение месяца перевозчики совместно с департаментом транспорта определятся, где и какие автобусы будут закупать для города. Так или иначе, автопарк Сочи будет обновлен. И в год проведения чемпионата мира по футболу пассажиры будут передвигаться по городу с максимальным комфортом. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.